С полным обновлением дизайна Mercedes-Benz C-класса в 2022 году, сегмент автомобилей начального класса люкс ожидает перетряска. C-класс долгое время служил точкой входа в модельный ряд Mercedes-Benz, но новые новинки марки последних лет, такие как седан A-класса, позволили C-классу продвинуться на более высокий рынок и лучше бороться с такими конкурентами, как Audi A4, BMW 3D серии и Genesis G70. Несмотря на то, что дизайн нового C-класса не сильно отличается от модели 2021 года, 2022 модельный год знаменует собой начало нового поколения с большей роскошью и большим количеством высокотехнологичных функций. Мы ожидаем увидеть обновленный C-класс в дилерских центрах Mercedes к концу 2022 года. В 2022 году C-класс по-прежнему будет оснащаться турбированным двухлитровым четырехцилиндровым двигателем, но на этот раз он усилен 48-вольтовой гибридной системой, которая может временно обеспечивать до 20 дополнительных лошадиных сил. Полный привод остается опцией, а задний привод является стандартной комплектацией. Девятиступенчатый автомат – единственная предлагаемая коробка передач. Mercedes-Benz утверждает, что он разгоняется до 100 км в час за 5,9 секунды. Еще не было опубликовано оценки топливной экономичности C-класса 2022 года, но показатели нового автомобиля не должны сильно отличаться от текущей модели, которая имеет показатели 37 км в час по городу и 53 км в час по шоссе. Самым значительным изменением в C-классе является новый высокотехнологичный салон. Все модели оснащены цифровым дисплеем, сенсорными элементами управления и множеством удобств. Рулевое колесо новой модели похоже на рулевое колесо обновленного седана S-класса, и Mercedes предлагает чедрый список стандартных роскошных функций, таких как подогрев передних сидений с памятью настроек, люк, отделка деревом с открытыми порами и алюминиевые акценты. В целом, C-класс 2022 года примерно на 6 сантиметров длиннее, чем предыдущая модель, а его колесная база была растянута на 2,5 сантиметра. Mercedes-Benz утверждает, что благодаря этому увеличилось пространство для ног на заднем сиденье, но насколько заметна эта разница в реальной жизни, мы узнаем только после тест-драйва новой модели. Сенсорный экран слегка наклонен в сторону водителя для удобства использования во время движения, и работает под управлением самой современной версии информационно-развлекательной системы MBUX от Mercedes, в комплекте с голосовым цифровым помощником, беспроводными Apple CarPlay и Android Auto, а также доступом в интернет через точку доступа Wi-Fi. Все модели также оснащаются 11,9-дюймовым цифровым дисплеем и датчиком отпечатков пальцев для идентификации уникального профиля водителя для настроек памяти. В качестве дополнительных опций предлагаются дисплеи Head-Up, беспроводная зарядка для смартфонов, система окружающего освещения и стереосистема объемного звучания Broom Master. Стартовая цена автомобиля без дополнительных опций – 43 тысячи долларов.